День Победы над фашистской Германией – торжество, которое широко отмечают не только в России, но и во многих странах бывшего Советского Союза. Это не только День Радости, но и День Памяти тех, кто положил свои жизни на полях сражений. О том, как Великий Праздник встретили в Казахстане, репортаж наших коллег. 70 лет со дня Великой Победы над фашизмом. В Вознесенском кафедральном соборе Алматы была отслужена Божественная Литургия, возглавил которую митрополит Астанайский и казахстанский Александр. В память всех воинов, погибших на поле брани, была отслужена заупокоенная литья. О упокоении душ преснопамятных вождей и воинов, за веру и Отечество на поле брани, жизнь свою положивших, от раны глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся. По окончании богослужения, духовенство во главе с митрополитом Александром и генеральный консул России Алексей Демин возложили цветы к мемориалу 28 героев-панфиловцев, отдавших свои жизни за мир на земле. Венок из живых цветов в виде православного креста стал данью памяти воинам от священнослужителей. Глава митрополитчьего округа Русской Православной Церкви в Казахстане принял участие в торжественном приеме по случаю юбилейных торжеств, организованном Генеральным консульством Российской Федерации в Республике Казахстан. Мы воевали, воевали. Рядом все люди были одинаковые. И задача была одна – победить, нести. Я же друженик тыла. И я помню, как была такая вот пасмурная погода с начала 9-го. Потом, когда люди собрались на площади, сразу солнце стало. Все люди рады, плачут от радости. Одни от того, что кончилась война, а вторые, что они остались без своих братьев-сестер. В 43-м году мне было еще 12,5 лет. 2 февраля, когда закончилась Сталинградская битва, я вступил на палубу корабля. Мальчишка в 12,5 лет. Где пробыл, был, значит, юнгой на монитор Киров краснознаменной Амурской военной флотилии. И в это время было наступление немцев под Великими Лугами. Мы их там остановили и нас, награду, послали в Красноярск, в артиллерийское училище, в котором я пробыл несколько месяцев и попал на Центральный фронт, на Хуртскую дугу. Я хотел бы, обращаясь ко всем вам, поздравить в первую очередь ветеранов, дружеников тыла и всех нас с великой радостью победы. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, друженики тыла. В концерте, подготовленном Алма-Атинской духовной семинарии, прозвучали стихи и песни военных лет. Эй!